Друзья мои, я вас безусловно приветствую, и вот мы наконец подобрались к этой теме видеоролика, значит как очистить кэш на телефонах, ну на айфонах, на любых айфонах, что самое главное, да? Меня попросили это видео снять, один из моих зрителей, да, я никогда не беру какие-то темы из головы, по вопросам, значит снимаю, так что пишите любые вопросы, буквально даже кстати. Кстати, хотите узнать, как увеличить память на айфоне, вот у вас есть 64 гигабайта в два раза, ну соответственно без каких-то SD-карт, карт памяти, потому что тут нельзя установить, да? Есть одно облачное хранилище, которое не стандартное, скажем, которое использует вашу основную память, внедряется в нее, да? Как бы, ну, iOS закрытая система, но оно может так делать, без вреда для телефона, ну в принципе iOS не допустит вреда для телефона, оно просто ведет синхронизацию, и у вас такое ощущение, что это внутренняя память. Я могу снять такое видео, если хотите, если будет очень много активности, ставьте лайк этому полезному видеоролику, самому по себе полезному уже, да? И я сниму такое продолжение, покажу, как в два раза увеличить объем памяти, и вы будете наслаждаться, причем бесплатно, ребят. Вот в два раза, исходя из вашей памяти, бесплатно, сроком на 5 лет, потом всего 50 рублей в месяц, ну 5 лет можете бесплатно пользоваться, круто, круто. Смотрите, а, ну во-вторых, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы YouTube вас оповестил, когда это видео выйдет, соответственно, да? Во-первых, что такое iPhone? iPhone, ну это система, которая постоянно борется с тем, чтобы пользователь не чистил кэш и не вмешивался как-то в работу телефона, да? Раньше можно было вот сюда вот зайти и какое-нибудь приложение взять, и тут будет, ну, по сути, кэш. Очистить кэш можно было, да? Нажать. Очистить кэш. Сейчас такого нет. Вот Samsung, кстати, по тому же пути идут. Раньше можно было все сразу очистить, а сейчас только в одном приложении. По одному, да? Чтобы не было желания, короче, у вас это делать. Потом они, наверное, тоже выпилят, но в Samsung это можно сделать через рекавери. Также в iPhone есть, ну, разные дополнения, так сказать, приложения можно скачать, да? Которые якобы позволят вам это сделать. Но смотрите, если Apple борется с этим, то, соответственно, они не допустят сюда таких приложений, да? Смотрите, вот я, вот облако реклама, Clean Master там и так далее. Это не реклама приложения, это просто как факт. Это любой может зайти и посмотреть, да? Я скажу, что эти приложения, да, иногда помогают, но не сильно. На iPhone предусмотрели. Ну, это же Apple, ребят. Ну, вы же не думаете, это же одна из передовых компаний, да? В мире технологий. Вы же не думаете, что они не предусмотрели очистку кэша. Во-первых, во-первых, на любом iPhone, когда вы перезагружаете ваш телефон, я вам открою секрет. И тайну великую для многих людей, реально, будете знать теперь. Кэш и оперативная память, которая занята, и все остальное сбрасывается. Более того, есть настройка в настройках, которая позволяет настроить вам, соответственно, автоматическую перезагрузку вашего телефона, да? Это полезная функция, но когда происходит обновление, не сильно полезная, на самом деле. Так что я рекомендую, что делать? Во-первых, перезагружать телефон. Да, ребят, это избавит вас от всех проблем. Просто перезагружаете телефон, выключаете. А как выключить телефон, вы спросите, кстати, да? От iPhone 10 начинаю. Потому что просто, если мы нажмем на вот эту кнопку, то Siri появится, если она у вас активирована. Нужно что делать? Что нам нужно делать? Нужно нажать кнопку включения-выключения, кнопку регулировки громкости вниз. И тогда можете выключить телефон, ваш iPhone. Все, ребят. Так, для активации Face ID используйте значок. Выключаете. Ну, вот я бонусом вам показал, да? Где вы еще такое увидите, чтобы бонусом показали еще как выключить? Хотя у меня есть отдельное видео по этой теме, кстати говоря, на канале. И там уже, по-моему, 100 тысяч просмотров. Но люди реально не знают, как это сделать. Люди прям благодарят. Ну что, очень приятно. Спасибо вам, да, за это. Смотрите, что еще можно сделать? Ну, можно jailbreak поставить, конечно. Но я не рекомендую этого делать. Потому что, ну, это вредит вашему iPhone. Это ставит под сомнение вообще плюсы iOS, которая, ну, супер защищенная. Которая, ну, супер безопасная. И так далее. Хотя сейчас Android тоже уже безопасный очень. Не об этом суть. Вот, перезагрузка телефона, во-первых, не позволит появиться желтым выгоранием на вашем дисплее. Во-вторых, повысит производительность вашего телефона, оптимизацию. В-третьих, сбросит кэш, системные какие-то занятости, да, системную и так далее. Так что, пользуйтесь этим способом. Есть еще парочку способов. Через скачивание, да, тоже приложения. Они, ну, не популярные. Там чуть-чуть посложнее. Я могу, в принципе, наверное, продолжение снять по этой теме. Кому прям надо заморочиться и очистить в каждом приложении кэш, да. Я могу снять видос. Хотите, ставьте свой лайк. Пишите в комментариях модель своего iPhone. Какая у вас модель iPhone. И я сниму такой видос с продолжения. Хотя, я не знаю, для чего, если можно просто перезагрузить телефон, да. Ну, есть такая, кстати, штука еще. Называется команды. Вот приложение. Оно у вас по умолчанию должно быть. Вот команды. Там можно много чего сделать. Наворотить. Попробуйте, да. Там можно даже иконки скрыть. Можно сделать ВК, чтобы была иконка вызовов, допустим. Ну, запутать того, кто хочет проникнуть в ваш телефон. Могу снять тоже по этой теме видео. Друзья, обязательно ставьте лайк этому полезному видеоролику, который создан с благим намерением помочь людям. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные, интересные видеоролики, которые познакомят вас с новыми функциями вашего телефона, в том числе айфонов. Пишите в комментариях модель своего телефона, чтобы мне проще было в следующих видео опираться на что-то. Ну, а мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся. Но в то же время скоро, безусловно, и снова увидимся. Ребят, всем удачи. До свидания.